Добрый вечер и добро пожаловать на передачу Кляга Мауа Ти Ви «Стена плача». Шведские депутаты признаются, токсичные химиотрассы – это не теория заговора. Наше небо сейчас, к сожалению, очень редко бывает лазурно-голубым. Причина – на протяжении нескольких лет почти ежедневно самолеты распыляют в атмосферу химические вещества, такие как барий и алюминиевая пыль, так называемые химиотрассы, под предлогом противодействия глобальному потеплению. В этом в первый раз открыто призналась одна женщина-политик. Пернила Гарберг является председателем шведских зеленых и сообщает, что в этом процессе замешано и ее правительство. Распыление, вероятнее всего, имеют непредвиденные последствия для здоровья растений, животных и людей. По имеющимся данным, в Германии распыление проводится уже с 2003 года, в США вообще с 1990 года. По мнению экспертов, в этих странах уже налицо последствия загрязнения окружающей среды. Это отравленная почва и озера. Нормальные семена на ней вырасти уже не могут. Задуматься заставляет и то, что в настоящий момент генконцерны разработали семена, устойчивые к алюминию, и зарабатывают тем самым огромные суммы с их продажи. На этом мы с вами прощаемся и желаем вам доброго вечера.